В прошлый день вышла очередная версия HMI Cascada 7.7.1. В ней добавлено управление, веб-управление и мониторинг ваших проектов. Какие изменения произошли в самой Cascade? Но прежде несколько слов, для чего это нужно. Веб-управление, что это дает пользователю. Веб-управление или в данном случае удаленное управление, потому что в Cascade уже было веб-управление из локальной сети. Теперь речь идет о веб-управлении через сервер Cascade Cloud. Это позволяет для пользователя осуществлять удаленный мониторинг и управление вашими проектами. В данном режиме количество пользователей, которые могут одновременно управлять через веб-интерфейс, не ограничено. То есть, теперь из любого браузера, любой операционной системы можно осуществлять удаленное управление вашим проектом. Причем одновременно из нескольких браузеров. Вот это основное назначение данного режима работы. Какие изменения и как включить данный режим? После нажатия в меню «Три точки» появляется новая строка в меню «Управление из сети». Нажимаем ее и смотрим, что здесь осуществляется три способа управления. Первые два уже были реализованы. Это управление по локальной сети по Матбасу. Удаленное управление через Cascade Cloud. Опять же по Матбасу. И вот новое веб-управление через Cascade, через специальный сервер Cascade Cloud. Здесь я уже подписан, у вас будет написано «Неподписанный». Если вы нажимаете «Подписку», вам предложено будет оплатить. То есть, данный функционал платным осуществляется на основе подписки. Цена подписки около одного доллара в месяц. Но в любой момент времени можно отписаться. Если вы не пользуетесь дальше данным функционалом, и никакая плата взиматься не будет. Если же необходимо вам работать удаленно, через данный способ, то вы должны подписаться и установить крыжик «Включить в веб-управление». Теперь, что значит «Подписаться»? «Подписаться» – это фактически вам будет Google предложить оплатить данную опцию, данный функционал. Вы соглашаетесь и оплачиваете. Еще раз напомню, что в любом момент времени вы можете отписаться от данного функционала. Вот, пожалуй, и все настройки, которые необходимо производить, так назовем, в локальной каскаде. Или в той каскаде, в которой вы хотите мониторить удаленную. Поставили. Подписались. Включили. Все. Это, что касается настроек в самой каскаде. Теперь давайте перейдем, как осуществлять настройки на странице каскада Клоуд. Для этого, естественно, нужно быть зарегистрированным на этом облаке. Но те, кто использовал уже управление по Матбасу через каскада Клоуд, уже прошли многие регистрации. Ну, регистрация – это просто ввести вашу почтовую почту и пароль, какой вам необходимый. То есть зарегистрировались на сайте. И теперь мы видим, что на странице сайта появилось интернет управления. Нажимаем и переходим вот сюда. На эту страничку, на эту закладку. Необходимо сгенерировать инфляционный номер веб-управления. Нажимаем здесь, а просто раньше уже появилось у меня. Задаем ключ каскады. То есть это ключ той каскады, которую хотите мониторить и управлять. Почему здесь сделано? Можно несколько соединений быть. Ну, да потому что вы можете с одного браузера управлять разными каскадами. Ну, скажем, у вас есть система управления на даче, в доме, где-то в гараже, на производстве. Вы для каждого из них создаете свое соединение. И в любой момент времени, вы выбрав тот или иной, ту или иную вот эту строчку, а точнее и веб-идентификатор, то есть каждому соединению, каждому, каждой каскаде соответствует свой идентификатор. После того, как вы создали эту строку, нажимаем открыть страницу веб-управления. Скопировали предварительно вот этот код. Переходим на страницу. Задаем, копируем, вставляем данную строку. И нажимаем подключиться. Ждем. И вот у меня на телефоне был создан проект. И мы видим, сейчас, допустим, давайте я его остановлю. Вот. Мы видим, кстати, и в режиме остановки, что здесь на экране творится, на телефоне происходит. И, допустим, снова запущу. Вот мы видим, наблюдаем ту же самую картинку в браузере. Далее мы сможем управлять. Вот я сейчас из браузера включаю кнопку, выключаю кнопку, убираю маркер. И с самого проекта пробую сделать то же самое. Мы видим, что происходит управление. Вот имеется какой-то задатчик. Мы меняем число в самом телефоне, в самой каскаде. Мы смотрим, что оно изменилось и меняется здесь. Кроме того, мы видим на индикаторе там стоит счетчик с генератором. И на графике вот мы видим то, что происходит на самом деле. Ну, еще раз покажу вам тестовый пример. То есть для этого мы берем и останавливаем каскаду. И мы видим, что здесь стоит генератор и счетчик. Вот именно его выводим на график и сюда число отображается. Снова запускаем. и контролируем. Вот пошел процесс. Здесь у нас имеется экран. Потому что проект у вас может быть, ну, несколько экранов. В данном случае проект только один экран. В втором ничего нет. Вот сейчас я перешел пустой экран. Там нет проекта. Выбрали первый экран. Вот снова появилось. То есть можно удаленно управлять экранами, на котором вы хотите находиться. Значит, какая здесь специфика работы в браузер. Может у вас появиться на первый раз. Управление здесь осуществляется следующим образом. Имеется в виду речь о масштабировании изображения. Потому что у всех телефонов и в браузере может быть разный масштаб. И у вас вот сейчас, например, управлением... Я сейчас нахожусь... работаю в браузере Windows. Беру с тачпада пытаюсь раздвинуть изображение. Видите, оно какое становится большое. Может не вылазить у вас в браузер. Для этого вот мог сейчас уменьшаю. В некоторых браузерах не поддержатся вот эти функции масштабирования, если вы наводите мышку, маркер, палец, ставите на сам проект. Поэтому нужно всегда стараться раздвигать, не находясь в поле вот этого проекта. Но бывает так, что вы первоначально открыли у вас вот изображение в браузере сразу на весь экран. И у вас нет свободного поля. Для этого вот если у вас проект сделан в ориентации в альбомный, как вот у меня сейчас, вы просто поворачиваете телефон именно... Речь сейчас пока идет о мобильных браузерах. Поворачиваете телефон и тогда у вас весь проект размещается в верхней части. И в нижней части у вас появляется свободное место от проекта. И здесь вы уже осуществляете какие-то манипуляции. Сдвигаете проект вправо-влево, чтобы он полностью влазил в экран. Но самое главное первоначально сожмите его, чтобы он был наименьшим размером. И тогда когда вы перевернете телефон опять же в альбомную ориентацию, так как сделан исходный проект, то у вас всегда будет и то у вас появится возможность подогнать изображение точно под размеры экрана. И будет возможность наблюдать весь экран одновременно. Но если по какой-то увеличению у вас сильно сложных проект и не вылазить, то всегда можно будет сдвинуть его вправо-влево и так далее. То есть от особенностей работы браузеров в дальнейшем мы там будем усовершенствовать данный алгоритм. Может быть сделаем авторазворот на весь экран или другие способы. Это все впереди еще. Пока вот такая особенность, с которой я столкнулся при тестировании, что не всегда возможно изменять размер, который находится в проектах окна от этого, которые в браузере отображаются. Вот в Windows нет проблемы. Можно и прямо на проект наставлять мышку. В браузере же мобильных устройств там несколько другая работа. Я думаю укажу свой, вы привыкнете, попробуете. Еще раз напомню, что это первая версия веб-управления. Она будет модернизироваться с учетом ваших пожеланий и наших возможностей. Вот таким вот образом. Что касается одновременной работы из нескольких браузеров. Вот если вы хотите допустим, чтобы ваш телефон работал у вашего супруга, супруги, друга и так далее, это вы должны просто передать ему вот этот идентификационный номер. Сейчас я вернусь к нему. То есть человек естественно должен зарегистрироваться на сайте облака, затем открыть веб-страницу управления, то есть и ввести необходимые вот этот идентификационный номер соединения. и произойдет подключиться. Затем можно запомнить данную строчку и каждый раз это не вводить. То есть допускается одновременная работа многих клиентов или так сказать пользователей для удаленного управления через веб-браузер. вот таким вот образом реализуется данный функционал. Сейчас отключилось. Давайте еще раз так. Вот этот по-моему у меня был. Меня сохранил. Давайте я сейчас введу этот инфекционный номер. Но он уже светит. Запомним так. Последняя восьмерочка. Он и один раз ввел и теперь он будет в списке тех устройств. Вот мы видим продолжает работать график. Вот таким вот образом реализовано веб управление. Да если у вас какой-то задатчик или слайдер любой задатчик у вас появляется вверху меню в котором вы задаете. То есть если вам нужно изменить задачки значения это осуществляется в дополнительном всплывающем окне. Вот изменилось значение здесь отображаемое ну и соответственно мы увидим на телефоне то же самое изменилось. Вот таким вот образом у вас появилась возможность наряду с другими возможностями то есть те ранее созданные коммуникации соединения веб управления через матбас остаются в силе только лишь добавляется и расширяются возможности то есть теперь нет необходимости для удаленного управления устанавливать само приложение работать через матбас теперь все становится проще любой телефон в котором есть браузер мобильный или персональный компьютер windows маг можно осуществлять управление мониторинг через браузер на этом все спасибо обновление уже находится новая версия на google play обновляйтесь пробуйте на этом все до свидания удачи вам